Впрочем, без внесения этих изменений, совсем пресна бы была гимнастика. Просто даже интересно, поставят ли 20 Ирины чаще. Вчера такой оценки она удостоилась. Я думаю, что сегодняшнее усыпление ничем не уступает вчерашнему. Ну а пока вот на ковре исполняет упражнение с ленты Олеси Мануйлова. Известна только оценка Екатерины, полученной 12-35. Субтитры создавал DimaTorzok Традиционные гимнастки опасаются давать какие-либо интервью до окончания соревнований. Собственно говоря, это объявляет оценку Ирины Чащиной за упражнение с мячом. Она составляет 20 баллов ровно. Сообщение об этом публика приняла восторженно. Так вот, не секрет, уже привычно, что не идут ни на какие интервью гимнастки до окончания соревнований. Но вот это окончание, так скажем, для Ирины Чащиной уже практически наступило, если не считать соревнования награждения, в которое она безусловно в том или ином качестве примет участие. И вот после выступления Ляйсан Утяшевой Ирина Чащина должна появиться в нашем эфире. Ляйсан Утяшевой Ирина Чащина Ляйсан Утяшева Ляйсан Утяшева Справа от нашего стола стоит аж четверо. тренеров, работающих в группе вина, и все они встретили окончание упражнения Александру Тяшу аплодисментами. Это довольно-таки редкий, знаете, или случай, когда тренеры так воспитанников своих приветствуют. Ну и Ирина Чащина с тем самым предметом, который принес, с тем самым предметом-подмышкой, который принес ей оценку 20 баллов, готова уже отвечать на вопросы Наташи Пакуевой. Наташ, пожалуйста. Это достаточная заявка на то, чтобы быть первой после четырех видов. Нет, потому что упражнения с обручами я прошла не очень уверенно, я думаю, что наконец-то у нас дали нервы, но как-то не очень получилось. Упражнение с кокапой и с мячом прошла уверенно, но, естественно, первой я не буду, потому что Алина Кобаева это чемпионка мира и группы, и она прошла все упражнения уверенно, и, конечно, она будет первой. Вот сегодня до финала ты допускала такую возможность, что ты займешь первое место или нет? Нет, я никуда не задаюсь целью занять первое место. У меня главная цель это выступить, хорошо показать все, что я могу. Естественно, понравится публике. Ири, скажи, а вот каково выступать с сознанием того, что первой я точно не буду? Это обидно или нет? Для меня нет. Я уже повторила, главная цель это вот хорошо выступить. Конечно, хотелось бы быть первой, я думаю, каждая гимнастка мечтает быть первой в мире. Такова моя судьба. Ир, вот с тех пор, как ты перешла к Ирине Александровне Виннер в Новогорск, ты заметно прибавила в технике. Вот скажи, что там за такие секретные методы, что все гимнастки растут просто на глазах? Очень хорошие условия. Вот на этой базе есть все для подготовки. И я стараюсь как-то сама работать, много работать. И, не знаю, я думаю, что это очень хорошая база, нигде нет таких условий. Скажи, пожалуйста, вопрос с олимпийской командой уже решен? Или еще стоит на повестке дня? Первым номером едет Алина Кабаева. Это естественно. Я думаю, что вторым номером поет Юля Борскова. Потому что все главные старты Юля выигрывает у меня. Ну смотри, вот это еще не последний старт. Впереди еще и чемпионат Европы, и Кубок России. Если ты удачно выступишь, возможно такая ситуация, что именно ты поедешь в Сидней? Мне бы очень хотелось, но я постараюсь сделать все, что я могу. И не знаю, как дальше решиться. Спасибо, желаем тебе успехов. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok И Елена его, по всей видимости, пока не хватает. И учитывая то, что в турнире на призы журнала «Мир» женщины Алина участие не принимала, это первый, что называется, полноценный трансляционный показ этого упражнения в эфире спортивного канала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, браво, 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 Алина! Ну, конечно, не знаю, двадцати, наверное, не будет, да, но... Трудом догнала скакалку. Но с каким плеском это было исполнено, то есть вот она ювелирно преодолела эти метры до границы ковра. Обязательно сейчас посмотрим в факторе этот эпизод. Вот что значит класс спортсменки? Она не дала ни предмету упасть, ни сама за пределы ковра не выскочила. И не показала, что была допущена ошибка. И тут же налетела масса, конечно же, журналистов и любителей автографов на лучшую гимнастку этой планеты на данную минуту. Несмотря на то, что Алина говорит, что лучше всего у нее получаются восточные композиции, я считаю, что с цыганочкой она тоже великолепно справилась. Да нет, наверное, поздравят все-таки 20 баллов, да как-то не жалко даже. Хоть это и профанация может быть, да, но и ты бог с ним. Вот уж если кто и заслуживает, так скажем, этого, то, несомненно, Алина Капаева. Ну, посмотрим, сбудутся твои прогнозы или нет. А тем временем, вот, завершается борьба за второе место. Кто будет терепным призером? Ирина Чащина или Юлия Барсукова определяется вот в ближайшую минуту с небольшим и зависит целиком и полностью от выступления Юлии Барсуковой. Дело кончилось заметно раньше, как вы можете видеть. Возможно, эти ошибки объясняются тем, что у девчонок очень много новых упражнений. Вот этот обруч тоже составлен всего два месяца назад, наверное. Ирина Чащина Очень уверенно и красиво она сделала вторую половину упражнения, несмотря на потерю в первой части. Это класс, это мастерство. Ирина Чащина